Сергею Посадскому оптимисту 20 лет. В 1998 году реабилитационный центр на Скобянке открылся как учреждение социальной защиты для детей с ограниченными физическими возможностями. Вообще 20 лет назад, когда центр организовывался, первых детей это были дети с ДЦП. Собирали с большими сложностями по всему району, потому что тогда существовал стереотип, что такие дети должны быть закрыты, что нечего их демонстрировать. Тогда считалось, что неприлично это называлось показывать свою немощь другим. И вот это, кстати, родительская инициатива была, вытащить этих детей, прежде всего с родителями поработать, чтобы они не стеснялись и выводили своих детей. Конечно, времени прошло много, менялась принадлежность центра, менялись какие-то правила. И сейчас по-другому, да, сейчас сняты ограничения по нозологиям, сейчас есть курсы реабилитации, которые длятся три месяца. То есть, в общем-то, у нас гораздо больше детей. Привет! Гораздо больше детей проходит за год, да, то есть это не 10 детей 9 лет, это почти 300 детей каждый год. Это очень разные дети, это прекрасные родители. И это хорошие результаты. Что очень важно, что в наше непростое время у нас все, абсолютно все для детей бесплатно. Семинары, конференции, мастер-классы – все это помогает специалистам вооружаться новыми знаниями, методиками и применять их в Центре детской реабилитации. С каждым годом оптимист набирает популярность, авторитет, приобретает новых друзей. Вот, например, 2003 год. В «Оптимисте» делегация из немецкого города Побратима Фульда. Этих гостей здесь называют близкими друзьями. Отношения завязались еще в 1998-м. Тогда делегация из Фульды впервые побывала в «Оптимисте», привезла дорогостоящие оборудования для детей с ДЦП. Конечно, мы не первый раз в этом центре. И каждый раз, как мы бываем здесь, мы видим новое изменение к лучшему в работе этого учреждения. И каждый раз мы наблюдаем, как добросовестно здесь работают с детьми, потому что развитие детей видно сразу. А вот в 2016 год в «Оптимисте» в шестой раз приехали сотрудники благотворительного фонда «Дом Рональда Макдональда». Для педагогов провели семинары, праздники и развивающие занятия для детей. За 20 лет в центре «Оптимист» накопился большой опыт работы по неврологической и психиатрической симптоматике, нарушениям в развитии коммуникативной, двигательной, познавательной и речевой функций. Сегодня все, кто приходит сюда, получают квалифицированную реабилитацию, да и просто находят комфортную среду. Мне очень понравилось то, что вообще в «Оптимисте» очень много занятий на мелкую моторику. То, что с детьми здесь занимается очень много всяких упражнений. Они поют, с собаками тут к ним приходят, в конюшню они. И я бы даже сказала, что я бы хотела, чтобы все детские сады нашего города, и вообще даже, наверное, все детские сады, чтобы были похожи на «Оптимиста». К 20-му дню рождения «Оптимиста» и его воспитанники готовились очень ответственно. Выбирали наряды, учили стихи и песни, репетировали. Их выступление на сцене прошло под бурные аплодисменты. За два десятилетия «Оптимист» наработал и приумножил традиции. Дух оптимизма и веры в каждого ребенка с особенностями развития. Это здесь считают главным залогом успеха. Я хочу отметить, что в этом учреждении работают очень душевные люди. Люди с большой душой, с открытым сердцем. По той причине, что они оказывают такую помощь детям, которую не могут оказать родители. Кроме их душевности, это еще профессионализм. Социальных педагогов, дефектологов, медицинского персонала, врачей, медсестер. У «Оптимиста» много друзей. Например, в прошлом году администрация района помогла выиграть федеральный грант в 2 миллиона рублей. На эти деньги центр пополнился новыми методическими пособиями и материалами. Оборудовали специальную комнату, так называемую лекотеку. По мнению педагогов «Оптимиста», каждый из их воспитанников не просто особенный, но самый лучший и перспективный. И поэтому «Оптимист», так считают и его педагоги, и попечители, и чиновники, не закроют свои двери, даже если в нашем районе останется только один ребенок с особенностями развития. И сегодня, в день рождения, друзья и гости «Оптимиста» пришли с подарками. Педагогов отметили заслуженными благодарственными письмами и грантами. Ирина Максимова, Антон Коврежник. Тема.